всем привет с вами канал техномастер и сегодня у нас очередной обзор стиральные машины мы любим в наше время исследовать какие-то новые бренды или так называемые торговые марки и сегодня у нас стиральная машина который у нас еще не было в обзоре это ту виллу ту виллу для тех кто не знает это бренд яндекса много сейчас техники у них появилась они собственно заказывают это у разных производителей и продают поэтому сегодня у нас будет обзорного машинку достаточно бюджетную в среднем она стоит около 23 тысяч рублей указанная загрузка на 6 килограмм обычный коллекторный двигатель разборный неразборный бак не знаю первое впечатление вот по селектору переключения программ по кнопочкам я скажу что достаточно приятная то есть нет такого что прямо ощущение каких-то дешевых кнопок которые вот-вот проваливаются и который криво стоят нет все хорошо но скажу сразу что меня удивило вес этой машинки 52 килограмма то есть обычно если мы говорим там про lg если мы говорим про хайсенс кстати следующая машинка который будет в обзоре хайсенс очень классная моделька тоже купил уже и она стоит но может быть через неделю через две мы ее уже от снимем и она тоже скоро появится на канале так так что подписывайтесь будет тоже интересное видео не пропустите по этой машинке в общем мы потесируем как она себя ведет потому что пятьдесят два килограмма это мало вот например хайсенс который стоит на 59 килограмм lg в таких габаритах даже которые недорогие они 59 килограмм а вот проблема самсунгов например они более легкие но у них 54 55 килограмма это 52 килограмма то есть может тут верхних противовесов нету но камня может быть что-то еще не знаю в общем мы когда ее разберем посмотрим ну сначала как как обычно по порядку мы с вами рассмотрим функционал потестируем как она ведет себя время отжима посмотрим сколько набирает воды и затем заглянем чтобы посмотреть что у нее внутри подписывайтесь на канал ставьте лайки и мы начинаем сейчас мы снимем все пленочки кстати сказать про дизайн но нам всем сегодня кто у нас был в рабочем составе в принципе понравилось как все выглядит очень нарядно для таких денег во всяком случае в дизайн здесь денег не пожалуй не пожалели в общем какие-то пакетики как всегда с различными книжками инструкция по эксплуатации инструкция на русском языке но честно говоря тут разбираться на не в чем все абсолютно интуитивно и просто вот такой дисплейчик есть причем большой чтобы далека было видно сколько осталось времени но на самом деле это удобно особенно может быть тем люди тем людям которые в возрасте вообще будет хорошо потому что все видно понятно так что здесь есть но в принципе по программам по порядку пробежимся хлопок 240 интенсивная оао 350 синтетика 220 смешанные ткани час двадцать джинсы час сорок пять эко 316 20 градусная стирка час отдельно отжим полоскания плюс отжим одеяло пуховики час пятьдесят детская одежда час сорок три шерсть час 07 спортивная 45 быстрая стирка 45 минут по температуре 20 градусов либо 40 градусов можно выбрать на быстрой стирки а даже 60 это классно прям зачет это то что многим надо и быстро стирка там носки постирать или что-то еще тоже можно температуру выбрать 20 градусов можно выбрать 40 градусов это сделано классно это интересно в принципе все остальные режимы они стандартно из дополнительных функций если посмотреть есть отложенный старт то есть можно запуск стирки отложить но обычно это 24 часа да также здесь отложенный пуск обороты отжима регулируется соответственно 400 600 800 тысяч оборотов от регулируется температура от 20 до 90 градусов дополнительные функции это у нас предварительная стирка она здесь есть кстати говоря сюда засыпается средства когда вы пользуетесь предварительной стиркой то необходимо использовать уже осыпучие вещества потому что стиральная машина сначала берет с предварительного отсека либо туда можно прям и жидкий залить но соседи надо уже сыпучий а потом когда уже на этом на предварительной постирает наберет порошок из другого лотка а если жидкий налить в оба то в оба сразу уйдет но это такой момент на заметно блокировка есть от детей полезная функция зажимаем две клавиши смотрим цель загорелась все ни на что не реагирует на выключение реагирует на выключение реагирует после включения как себя ведет также на блокировке нажимаем отжимай но также держим все блокировка выключается есть звук кстати говоря звук достаточно приятный не просто там такой пищащий надоедливый достаточно приятный и есть функция чистка барабана то есть периодически можно включать посмотрим на такой температуре на работает ну все как обычно смотрите очистка барабана работает на 90 градусов вот поэтому если у вас функция чистки барабана нет вашей стиральной машине вы просто можете выбрать хлопок обычно там 90 градусов выставляется выставить максимальную температуру и нажать пуск без белья можно пропускать простирать можно лимон очки добавить грамм 100 чтобы там накипь почистить ну и в принципе грязь которая собирается в патрубке внизу вот и хорошо также по поводу люка здесь у нас двойное остекление люка то есть стекло основное и пластик снаружи выглядит все приятно плюс в чем главный плюс наверно в том что если у вас есть маленькие дети когда вы будете стирать на высокой температуре то наружное стекло но сильно не нагревается если вдруг ударит сюда даже сломают то это стекло но не разобьется поэтому когда двойное остекление это получше а какой замок быстрого открывания или нет не знаю я еще и не тестировал но это легко проверить буквально сейчас мы с вами ну к примеру поставим отжим нажимаем старт нет замок обычный то есть для загрузки здесь нету белье так вот легко открыть закинуть если что-то забыли уже не получится то есть машинка откроется только где-то через две-три минуты главное все таки то что еще внутри как машинка себе ведет на тестах об этом как раз дальше не забывайте откручивать транспортировочные болты иначе машинку бежит с ванной куда-нибудь комнату приготовили белье сейчас закинем все что есть у нас кстати внутри еще шланг обычный шланг для подачи воды и заглушки для тех мест где стояли транспортировочные болты в этот бак точно не влезет 6 килограмм бак небольшой но я думаю что настоящих около пяти килограмм в этот бак должно поместиться следующий раз думаю побольше вещей накидывать может быть вот хайсенс будем тестировать надо пуховики думаю привести чтобы прям побольше машинку нагружать некоторые просили об этом думаю мы будем это пробовать чтобы на на больших на максималка скажем так машинку нагружать ну хотя здесь белья тоже немало но чем больше тем лучше давайте посмотрим сколько набирает в режиме хлопок а потом еще посмотрим сколько набирает режиме быстро стирки так у нас уже прошло около пяти минут мы фонариком посветили воды ну не видно сколько воды люк прям слишком темный за ним ничего не видно поэтому мы сейчас просто отключаем машинку замок у нас был обычный с термо таблеткой поэтому через пару минут он в любом случае откроется и мы с вами посмотрим по факту сколько воды открываем вот у нас где стоит вода но кстати говоря для режима хлопка я бы сказал все очень даже отлично сливаем эту воду ставим на быструю стирку 15 минут и посмотрим сколько там набирает воды все она у нас пару минут уже остирала воды вы уже налила как надо выключаем ну и также включаем с розетки но честно говоря уровень воды 1 что на хлопке что на быстро стирки на быстро стирки конечно приятно когда набирается хотя бы до манжеты в некоторых машинках набирается даже больше но здесь набирается много ну как есть машинку нужно выставить но в данном случае она у нас стоит ровно обязательно то есть есть ножки внизу которые крутятся так теперь мы включаем отжим так у нас 1000 обозначается и пуск у нас идет процесс отжима еще не на максималках но не знаю слышно вам будет или нет есть стабильный звук того что как будто вот что-то где-то цепляет не слышал сейчас разгоняется еще отчетливее да в целом машинка стоит устойчиво слив кстати работает здесь не громко стабильно без чувак они это приятно но кстати сразу же вопрос тем кто пользуется этой машинкой напишите пожалуйста комментариях вот есть у вас во время отжима именно во время отжима вот такой вот стук двигатель коллекторный поэтому шумит мне приходится напрягать голос чтобы разговаривать но в бюджетных машинках всегда коллекционных двигателя и наверное даже лучше что коллекторные потому что управление более простое более живучей машинки бывает такое что может быть это какой-то дефект здесь в этой машинке а у других пользователей этого нет поэтому интересно будет ваши комментарии почитать вот есть у вас такой звук непонятный во время отжима или же нету если машинка наверняка те кто пользуется уже нагружали машинку полную там может быть пуховики пледы какие-нибудь стирали напишите тоже в комментариях как она у вас также устойчиво стоит или она начинает потихонечку сползать это тоже интересно будет почитать в принципе белье у нас белье хорошо отжата поэтому вопросов нет в целом все очень даже неплохо и корпус не гулял и в принципе боковухи здесь такие не сказать что про мягкие конечно не мега твердые не милле вот но средняя жесткость но вот это вот цок они непонятно что такое но мы сейчас будем разбирать машинку еще может быть там немножко скинем ремень покрутим посмотрим может быть поймем в чем причина чисто просто интересно разобраться а может быть и не поймем но в принципе мы все сделали поэтому приступаем к разбору всем привет с вами канал техномастер сегодня у нас обзор на стиральную машину candy который всего лишь 20 лет но которая до сих пор хорошо работает ой какие маленькие ух ты ничего себе разборный бак это приятно если кому-то интересно маркировка ремня может кому-то в будущем по ремонту это пригодится 1258 пока особо не поняли откуда звук но такое ощущение как будто вот с левой стороны амортизаторы кстати здесь ну как бы такие мне кажется как будто на 80 ньютонов стоят легко прожимает собак вот сейчас еще разберем дальше посмотрим может быть что-нибудь увидим разобрав больше латочек кстати легко вытаскивается нажимается сюда вытаскивать помыть можно и обратно убрать если сказать про клапан подачи воды то стандартный да в принципе как на самсунгах как на lg датчик уровня воды при состав он нерегулируемый но иногда если его разобрать то внутри бывает регулятор с помощью которого можно что-то поэкспериментировать с уровнем воды насос нас получается в принципе стандартный на винтах он крепится сзади раздельные фишки амортизаторы если посмотреть сбоку сбоку не видно то мощность у них 80 ньютонов то есть такие достаточно слабенькие поставлены я честно на новых машинках еще по-моему не сначала амортизаторов 80 ньютонов но видимо это с каких-то соображений потому что может быть вес меньше чтобы бак более как-то потому что загрузка 5-6 килограмм машинки обычно с такими габаритами ну меньше 100 ньютонов не бывает бывает что когда 2 марта зато на одной стороне стоят например по 80 ньютонов а с другой стороны там 100 или 120 ньютонов может стать такой бывает 2 по 80 ну вот почему-то поставили давай сейчас скажу попробовали мы его покачать пошатать в разные стороны чтобы понять откуда звук идет вот единственное что пока мы услышали что как будто вот это вот резинка играет здесь вот даже пальцем очень похож на звук вот как будто эта резинка играет и оттуда звук потому что нигде люфтов нету то есть не втулки ничего нигде не разбито все плотно все проверили больше вариантов у нас в этом отношении нет кстати если заглянуть под противовеса ниже то здесь вот уже это каменная крошка то есть это интересно ну так вот это все сыпется ну естественно это все обсыпется и вас такое вижу ну реально как-то это не сильно прикольно так ну вот мы отсоединили в принципе весь модуль перед глазами тут все максимально просто наверное как на инвизитах как на атлантах все сделано ну естественно никакого компаунда и чего-то еще ну в принципе для бюджетной машинки это нормально потому что если мы говорим про компаунта это это самсунги этой лжишки у хайсенс по моему мили здесь стоит прокладочка такая очень нужная штука не везде она бывает потому что благодаря ей не скрипит и получается лицевая панель не трется вот с этой частью корпуса должно быть 4 но на одном они решили сэкономить 80 ньютонов ну понятно ну почему-то сделали и здесь мягкими просто сами по себе амортизаторы видимо может быть по конструкции у них так лучше так посмотрим насос насос у нас получается в принципе стандартный на винтах он крепится сзади раздельные фишки амортизаторы если посмотреть сбоку сбоку не видно то мощность у них 80 ньютонов попробовали мы его покачать пошатать в разные стороны чтобы понять откуда звук идет вот единственное что пока мы услышали что как будто вот это вот резинка играет здесь вот даже пальцем очень похож до звук вот как будто вот эта резинка играет и отсюда звук потому что нигде люфтов нету то есть не втулки ничего нигде не разбито все плотно все проверили больше вариантов у нас в этом отношении нет коллекторный двигатель ну напомню его минус том что он более шумный и эти щетки они стираются и со временем их нужно менять но это не часто их надо менять плюс том что управление этим двигателем простое поэтому машинки бюджетные особенно с коллекторными двигателями они более надежны также сняли шкив и здесь мы видим какой подшипник стоит 203 подшипник фирма какая-то csc соответственно внутренний подшипник 204 то как бы неплохо есть в инвизитах например ставят 202 203 но в то же время есть машинки примерно в этом же бюджете где подшипник побольше и ставят и 204 205 на этом наше видео подходит завершению подведем небольшой итог и так стиральная машина от компании яндекс будем так говорить достаточно бюджетная 20 небольшим тысяч принципе здесь разборный бак коллекторный двигатель достаточно неплохой корпус из минусов здесь маленький вес я считаю для таких габаритов 52 килограмма потом вот с камнями как-то все это крошится сыпется сбоку как-то не совсем понятно во время тестов был небольшой шум вот то ли от этого патрубка то ли откуда еще не до конца понятно но очень похоже поэтому есть моменты есть вопросы определенные к этой стиральной машине но и соответственно бюджет у нее небольшой поэтому ожидать от нее слишком многого тоже не реалистично в плане осуживания в кино насос клапан подачи воды все это так же как у стиральных машин samsung то есть это ходовое все это несложно будет купить поменять модуль управления простой как на бюджета стиральных машинках служить машинку удобно потому что разбирается передняя часть снять усилитель бак можно снять все камни спокойненько не напрягаясь бак вытащить разобрать подшипник подшипники все собрать обратно принципе это наверно самая приятная конструкция когда машинка разбирается именно в передней части и у lg и у samsung все машинки разбираются вот аналогичным образом как всегда покупать эту стиральную машину или не покупать решать вам ссылочка если что будет в описании под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки и спасибо всем подписчикам гостям канала за то что под поддерживаете лайками потому что эти лайки помогают нам развивать канал покупать на свои машинки делать покупать на свои машинки делать и кстати говоря большое спасибо всем подписчикам за ваши лайки тем кто заходит в гости за ваши лайки потому что благодаря вашим лайкам у нас получается покупать на свои деньги стиральные машины некоторые делать на них честные обзоры чтобы вы могли для себя поделить что вам подходит а что лучше не покупать если вам нужна помощь в подборе бытовой техники стиральных машин и других приборов обращайтесь в личку мы оказываем эту услугу ссылочка в описании под этим видео до завершения желаю всем хорошего настроения успехов и как говорится на просторах интернета не прощаемся а до скорой встречи